Здравствуйте! Меня зовут Ефремов Валерий Анатольевич, я доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского государственного педагогического университета. И сегодня мы с вами поговорим о гендерных аспектах современного русского языка. Предлагаю остановиться на трех базовых темах. Первое – гендер и гендерные стереотипы. Второе – андроцентризм языка. И третье – феминсива. Итак, что такое гендер? Сам термин в российской гуманитарной науке появляется в постперестроечной эпоху, в первую очередь в социологии, психологии, педагогике. И в самом конце XX века о гендере заговорили в лингвистическом аспекте. Итак, что же такое гендер? Это совокупность социальных и культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола. Нам важно различать понятие гендера как социокультурного пола и пола как биологической составляющей человеческой жизни. Более того, биологический пол тоже не единая сущность. Мы можем говорить об акушерском поле, генетическом поле и так далее, и тому подобное. Но мы с вами сегодня будем говорить о том, как социокультурный пол проявляется в языке. В замечательном учебнике по гендерной психологии Шон Берн, американская исследовательница, мы можем найти важную информацию о том, как человек формирует свое представление о социокультурном поле. Итак, из механизмов создания гендерна мы можем выделить как минимум четыре составляющие. Первое – это культурные символы. И уже здесь, в разных языках, набор этих культурных символов выступает в разном составе. Например, во второй половине XIX века, когда французские переводчики решили познакомить собственную публику с романами знаменитого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, они столкнулись с проблемой, что не могут перевести русское слово «мужик» на французский язык. Дело в том, что ведь мужик – это не просто крепостной крестьянин, это еще и определенный, то, что в современной науке называется, культурный концепт. Можно было перевести его просто как «пизон» – «крестьянин», однако после многочисленных попыток решили остановиться и с тех пор во французском языке есть слово «мужик», которое и характеризует крепостного человека России дореволюционной. Сюда же, кстати, относится слово «баба», которое также трудно перевести на английский, немецкий, французский язык, потому что все те смысловые коннотации, которые сопровождают это слово, они плохо передаются через призму другого языка. Второй механизм – это то, что касается религиозных, научных, правовых или политических доктрин. Понятно, что в патриархальном и патриархатном мире религия играет важную составляющую для того, чтобы создать некую рамку для поведения мужчин и женщин, для того, чтобы определить, как выстраиваются взаимоотношения между представителями разного пола, как нужно воспитывать детей, как мальчиков и как девочек и так далее. Ну и сюда же можно привести знаменитую теорию стакана воды, которая просуществовала не более пяти лет в ранней советской России и наделала много шума и в России, и на Западе. Можно посмотреть в интернете, что же там случилось. Третий механизм – это социальные институты и организации. Например, в любой цивилизованной стране обязательно есть законодательство об охране семьи, детства, здоровья матери и так далее. То есть, таким образом, общество постоянно заботится о восполнении и сохранении гендерных практик, которые существуют в данном государстве. Ну и последний механизм – это самоидентификация. Считается, что к 2-3 годам дети понимают о гендерной идентичности себя, к раннему школьному возрасту в них формируется представление не только о гендерной самоидентификации, то есть в норме дошкольник может легко ответить на вопрос, мальчик он или девочка, но и об гендерной идентификации окружающего мира. И к этому мы еще вернемся. Более того, в той же книге Берн выделяются так называемые частные способы гендеризации, и нам они интересны, потому что позволяют заглянуть в тайны того, как мы узнаем про себя, что мы мальчики или девочки. В этом смысле невероятно интересным предстает детская литература. В начале 21 века в России проходило огромное количество конференций, посвященных гендерным аспектам детской литературы. Потому что если мы посмотрим на круг чтения дошкольников, школьников раннего возраста и тем паче школьников среднего и старшего звена, то мы обратим внимание на то, что в огромном количестве текстов существуют в первую очередь мужчины. Именно мужчины куда-то двигаются, мужчины совершают подвиги, мужчины защищают семью или родину, а вот роль женщины в этом смысле весьма и весьма тривиальна. Скорее всего, это мать, скорее всего, это хранительница чага. И современные исследователи в области того, что в науке называется gender status, гендерных исследований, утверждали, что это тоже своего рода дискриминация. Второй момент – это телевидение. Нетрудно догадаться, что с самого детства дети, которые смотрят телевизор, обращают внимание на то, что есть программы для мужчин и для женщин. И трудно себе представить ситуацию, где в сугубо женской программе рассчитанной на сугубо женскую аудиторию будут подниматься вопросы, допустим, продвижения бизнеса, падения той или иной валюты или последние актуальные политические события. Считается, что это скорее тематика, характеризующая в большей степени мужской мир. Игрушки. Мы же понимаем, что уже с самого раннего возраста игрушки для мальчиков и для девочек начинают различаться. И трудно представить себе ситуацию, когда мальчику на Новый год подарят новую куклу Барби. Наверное, это все-таки нарушает наше представление о воспитании мальчиков и девочек. Ну и еще раз подчеркну, что во всех психологических и социологических исследованиях гендера огромное внимание уделяют языку. Язык действительно является мощнейшим транслятором гендера. Вот почему мы об этом говорим сегодня. И в этом аспекте нам чрезвычайно важным становится понятие гендерного стереотипа. Собственно, само слово «стереотип» в повседневной обиходной речи сопровождается негативной оценкой. Но мы должны понимать, что с точки зрения психологии стереотип – это скорее плюс, нежели минус, потому что позволяет членить этот мир и делать его чуть более понимаемым, нежели если бы их не было. Итак, под гендерным стереотипом мы можем определить культурное и социально обусловленное стандартное мнение о качествах, атрибутах и нормах поведения мужчин или женщин, отраженных в языке. В этом смысле невероятно интересно. Можете попробовать это сделать на своих знакомых, на своих студентах или учениках, с которыми вы работаете. Дадать один вопрос. Какая первая пословица или поговорка о женщине приходит вам в голову русская пословица или поговорка? Поверьте, многократно использованный эксперимент в первую очередь приходит либо баба с воза кобыли легче, либо волос долог да ум короток. И вот перед нами представление о образе женщины, классическое, отраженное в русском фольклоре, женщина как некое бремя, женщина как некая абуза или женщина как не очень умный человек. К сожалению, такой образ женщины предстает в фольклоре и британском, и немецком, и французском, и многих других языков. В чем же свойства гендерных стереотипов? Давайте возьмем относительно нейтральный, чтобы не обижать лучшую и прекрасную половину человечества. Возьмем гендерный стереотип «седина в бороду без в ребро». Мы сразу понимаем, что это стереотип, который содержит в себе некую эмоциональную окраску. То есть трудно представить себе характеристику человека, сказанную абсолютно нейтральным томом. Ну, понятно, «седина в голову без в ребро». Скорее мы уже вложили в эту присказку некую оценку, безусловно, кстати, отрицательную. С этим связан второй компонент стереотипов. Они всегда содержат в себе оценку. Не бывает нейтральных стереотипов. Стереотипы либо положительные, либо отрицательные. Ригидность. Третье свойство стереотипов. Ригидность – это термин, который активно используется в психологии для обозначения не очень гибкого отношения к действительности. Например, можно говорить о ригидности интеллекта. И в этом смысле стереотипы, безусловно, не гибкие. Они содержат в себе очень прямолинейные характеристики, очень прямолинейные оценки и очень ярко выраженные эмоциональные свойства. Консервативность. Важнейшая функция стереотипов, в том числе и гендерных, заключается в том, что они сохраняют фрагменты культуры. И если мы в 21 веке продолжаем говорить и использовать русские пословицы и поговорки, которые возникли еще в дописьменную эпоху, как та же самая баба с водой, как были легче, или седина в голову без ребро, то это говорит о консервативной функции стереотипов. Мы мышцем так же, как это делали наши предки. Согласованность. Стереотипы должны быть приняты всем обществом. То есть попробуйте придумать какой-то гендерный стереотип и запустить его, допустим, в интернет. Скорее всего, у вас это не получится. То есть стереотип должен обладать тем важным свойством, который в социологии называют консенсус. Гипертрофированность или тенденциозность. Еще одно свойство стереотипа. То есть понятно, что не у любого мужчины, у которого седина в бороде, должен быть с определенной ориентацией на женский пол. Безусловно, нет. Однако стереотипам удобно все гипертрофировать для того, чтобы максимально точно оценить и максимально точно эмоционально окрасить. Ну и понятно, что немаловажным качеством стереотипа становится неточность. Далеко не все женщины воспринимаются как абуза, далеко не все сидеющие мужчины воспринимаются как лавеллассы. Вот основные свойства стереотипов. Интересно, что стереотипы появляются в нашем сознании достаточно рано. В 2004 году московский психолингвист Анатолий Палкин выпустил замечательную книгу, которая называется «Возрастная психолингвистика. Толковые слова русского языка глазами детей». В этой книге предпринято невероятно интересное психолингвистическое исследование. Ученый предложил 11-12-летним школьникам Твери, Тверской области, Москвы и Московской области дать определение достаточно нейтральным словам. Причем слова как с конкретной предметной семантикой, так и абстрактные существительные. И вот в этом словаре мы ничего не знаем о респондентах. Мы знаем, что это школьники 11-12 лет, но невероятно интересно, что через эти анонимные определения мы можем предположить пол ребенка, тот самый гендер. Например, когда мы на слово «мужчина» видим следующее определение «взрослый человек мужского пола». То есть 12 лет ребенок дает определение практически такое же, как мы находим в толковых словарях. Или, например, «сильный, гордый человек и справедливый мужского рода». Вот здесь важны слова «сильный» и «гордый». То есть ребенок в среднем школьном возрасте уже знает, что сила и гордость – это то, что присуще мужчине. Здесь очень занятна вот эта контоминация мужского рода и мужского пола. Понятно, что грамматика русского языка, видимо, проходили как раз недавно на занятиях, и вот выскочил этот грамматический термин. Это, например, такое определение. Взрослый мальчик после 18 лет. То есть понятно, что для школьника гендерные стереотипы еще связаны с возрастными стереотипами. То есть если ты взрослый, то мужчина, если ты не взрослый, то еще мальчик. Ну и вот невероятно интересная по определению дефиниция. Это человек, без которого не может происходить дальнейшее развитие общества. И вот перед нами классический гендерный стереотип о том, что мужчина это в первую очередь член общества, который должен иметь свою семью, который должен занимать руководящую должность, который должен зарабатывать деньги и так далее и тому подобное. Интересно, что дети в этом возрасте через гендерные стереотипы описывают те явления, которые в нашем взрослом сознании совсем не связаны ни с какими мужскими и женскими акцентуациями. Ну, например, несколько детей при определении слова «добро» абстрактным существительным, которые и взрослому-то человеку не всегда легко поддаются, вытянили следующее определение. Это то, что сделал для бедной старушки, например, помог перейти через дорогу. Или это то, что вот, например, ты идешь по какому-то переулку и видишь старую бабушку, и возьмешь у нее сумки, и поможешь донести до дома. И вот мы видим, что абстрактное понятие «добро» для ребенка 11-12 лет переводится в гендерно-возрастные стереотипы. То есть ему легче представить себе что-то через конкретный поступок. И обратите внимание, что и один, и второй, и, поверьте, там несколько школьников отвечают ровно так же, в качестве примера используют старушку. То есть женщину нигде и никогда не используется старик. Ну и один из моих любимых примеров – счастье. Как ребенок определяет такое сложное понятие, как счастье? Счастье – это когда у тебя родился ребенок. Или родители с успехом вернулись с работы – это счастье семьи. И вот перед нами пример того, как даже самые сложные, и для взрослого человека в том числе, понятия передаются через гендерные стереотипы. Интересно, что гендерным стереотипом поддержана и научная деятельность. Казалось бы, да? Мы знаем, что ученые должны быть максимально объективны и не должны транслировать ничего, что связано с какими-то стереотипами, с какими-то устаревшими представлениями об окружающем мире. Но если мы откроем самый популярный словарь русского языка, толковый словарь под редакцией Ожеговой и Шведовой, то мы найдем следующее определение слова «женщина». Женщина – это лицо противоположно мужчине по полу, та, которая рожает детей и кормит их грудью. И вот перед нами набор неких стереотипов, которые отражают не научное отношение к действительности, не научное представление об окружающем мире, а древние приорхатные стереотипы. Лицо противоположно мужчине по полу – это безупречное определение, потому что ровно так же делают английский, французский, немецкий и другие словаря. Как иначе еще мы можем объяснить разницу между мужчиной и женщиной. А вот та, которая рожает детей и кормит их грудью – это, конечно, гендерные стереотипы. Кстати, имеющие очень глубокую форму. Дело в том, что славянская корень «жена», которая в том или ином виде существует в большинстве славянских языков, восходит к греческому, точнее, коррелирует с греческим словом «генус». Отсюда русское слово «генетика», «генеалогия» и так далее. То есть женщина – это та, которая рожает. Безусловно, именно такова внутренняя форма этого слова. Однако нужно ли сейчас, в 21 веке, транслировать этот стереотип через словари, я не очень уверен. Второй момент, связанный отчасти с тем, о чем мы только что говорили, – это антроцентризм языка. В, скажем так, 90-е годы XX века очень модно говорить об антропоцентризме языка. То есть антропоцентризм – это представление о том, что язык нужен человеку, создан человеком и обслуживает потребности именно человека. Однако феминистские критики языка говорят о том, что любой развитый язык не только антропоцентричен, он еще и андроцентричен. То есть во главе угла стоит не просто мужчина, но человек. И в многочисленных, в первую очередь, западных исследованиях гендерных аспектов языка приводятся некие списки того, в чем проявляется вот эта андроцентричность. И в этом смысле русский язык ничем не отличается от других. В русском языке действительно слово «человек» может обозначать и человека вообще, и мужчину. Кстати, похожая история происходит и в ближайшем к нам украинском языке, где есть родовое понятие «людына», а слово «человек» обозначает именно мужчину. То же самое мы находим во французском слово «lum», которое обозначает и человека, и мужчину. И в английском «man» — это и мужчина, и человек. С определенными оговорками та же ситуация в немецком и во многих других языках. Еще одним признаком андроцентризма языка является словообразовательная связь. Дело в том, что большинство названий лид женщин по профессии, специальности, положению в обществе, производны от номинаций мужского рода. Таким образом, критики, феминистские критики языка говорят о том, что место женщины в языке определяется как бы вторично. Не случайно вот это знаменитое название одной из главных книг феминизма середины 20 века, Симоне Бавуар «Людусем секс», второй пол. Еще раз подчеркну, что в немецком, французском, в меньшей степени английском, там просто хуже развитое злообразование, в русском языке все номинации женщины образованы от существительных мужского рода. И в качестве примера я хотел бы привести невероятно интересный словарь. Словарь Городецкая и Левашова, который называется «Русские названия жителей», и который включает в себя более 14 тысяч номинаций, которые в науке принято называть катаконимы. Это слова, которые обозначают жителей того или иного места. Этот словарь был впервые издан в конце 90-х годов, неоднократно переиздавался, передо мной издание «Москва» 2003 года, и он был создан еще в докомпьютерную эпоху. То есть исследователи занимались тем, что вычитывали огромное количество не только центральных, но и местных региональных газет, журналов, каких-то справочников, и пытались найти все названия жителей того или иного города, села, ну в некоторых случаях даже больших деревень. И вот что мы получаем? Дело в том, что этот словарь немножко нетрадиционно построен для людей, которые привыкли работать со словарями русского языка. Сначала идет форма множественного числа, например, петербуржцы, затем форма единственного числа мужского рода, петербуржец, и форма единственного числа женского рода, петербурженка. Казалось бы, все нормально, все логично, но парадокс заключается в том, что если мы будем внимательно читать словарные статьи, то мы увидим, что зачастую, еще раз подчеркну, материалом для этого словаря послужили средства массовой информации, газеты и журналы, то зачастую мы увидим, что у слова есть форма множественного числа, есть форма единственного числа мужского рода и далеко не всегда встречаются формы единственного числа женского рода. Но вот в качестве примера у жителей Твери, им повезло, пожалуй, больше всех на территории Российской Федерации, семь способов названия, то есть семь рядов катайконимов. Тверяки, тверяк, тверячка. Здесь все в порядке. Тверитяни, тверитянин, тверитянка. Здесь тоже все хорошо. Тверичи, тверич, тверичка. Казалось бы, все в порядке. Однако мы можем найти употребление слова тверчания, тверчанин и нет тверчанки. Или, например, у нас есть форма тверцы, тверец и нет тверячка. То есть таким образом получается, что далеко не всегда при назывании женщин того или иного города, той или иной местности, мы имеем соответствующий феминитив, соответствующее слово, обозначающее женщину, которая родилась или живет на данной территории. И вот таким образом мы подходим к весьма актуальной для современного русского языка проблеме феминитивов. Напомню, что феминитивами называются существительные, обозначающие женщин. По самым разным категориям, но в первую очередь, когда говорят об этой группе существительных, как о проблематичной группе женщин той или иной профессии. Надо сказать, что в русском словообразовании, по данным последней грамматики, академической грамматики 1980 года, существует как минимум 10 соффиксов, которые позволяют нам образовать имя существительное женского рода от имени существительного мужского. В качестве примера самый продуктивный суффикс в современном русском языке для обозначения женщин – это суффикс «к». В качестве примера может привести слова «конгабешка», «стипендиатка», «депутатка» и так далее. Следующий по популярности – суффикс «иц», например, «буфетчица», «писательница», «учительница». Следующий суффикс «их» – «повариха», «плавчиха», «врачиха». Суффикс «ш» – «гастролеша», «библиотекарша», «музыкантша». Редкий достаточно ибо заимственный суффикс «ес», например, «поэтесса», «принцесса», суффикс «из», например, «актриса», «апатиса» и так далее. Казалось бы, в русском языке достаточно богатый репертуар для того, чтобы обозначить женщину той или иной профессии, той или иной специальности. В чем же проблема? Проблема в том, что зачастую, так же, как с названиями жителей того или иного места, мы не можем найти в русских словарях определение женщины той или иной профессии. Именно поэтому представители феминистского языкознания, феминистских общественных движений, феминистских активисток используют вот эту проблему для того, чтобы создать новые формы фемиитив, которых не существовало в русском языке, или, если они не существовали, то в разряде потенциальных слов, то есть слов, которые теоретически мы можем познать, мы можем понять значение этого слова, но сами бы, скорее всего, не употребили. И вот здесь возникает серьезная проблема того, нужны ли современному русскому языку вот эти новые феминитивы типа «поэтка», «профессорка», «редакторка», «активистка» и так далее. На самом деле проблема заключается в том, что зачастую представительницы феминистского движения не знают, что вообще-то весь этот корпус лексики уже был описан, и описан довольно-таки давно. И вот в качестве примера приведу словарь профессора Колесникова, который так и называется, толковый словарь названий женщин, публикован в Москве в 2002 году, и в нем содержится, внимание, более 7 тысяч единиц, обозначающих женщин по той или иной профессии, той или иной национальной принадлежности и так далее, и тому подобное. То есть на самом деле зачастую феминистки, которые пытаются придумать новые феминитивы, ломятся в открытую дверь. Огромное количество этих слов уже существует. Вопрос только в том, нужны ли они русскому языку. И здесь я бы сделал еще два маленьких, как мне кажется, необходимых замечания. Во-первых, когда мы так спонтанно и легко пытаемся создавать новые слова, особенно с суффиксом «к», как, например, та же самая редакторка или поэтка, то мы зачастую забываем о том, что это тоже своего рода насилие над языком. Более того, если мы говорим о слове «поэтка», то я, в принципе, не могу, как лингвист, понять, чем так не угодило слову «поэтесса» феминисткам, и зачем нужно придумывать новое на западнославянский манер новообразование как «поэтка». Более того, напомню также, что и ни Ахматова, ни Цветаева, как, пожалуй, самые гениальные поэтессы начала 20 века, не любили, когда их называли поэтессами. Они предпочитали все-таки применительно к себе использовать слово «поэт», именно потому что им казалось, что странно выглядит упоминание того, что ты не просто поэт, но ты еще и женщина. Второй момент, о котором тоже необходимо помнить, дело в том, что часть суффиксов, которые сейчас пытаются использовать в качестве образования новых феминитивов, вообще-то в русском языке уже маркировано, либо значит что-то иное. В качестве примера можно привести слово «профессорша». Дело в том, что это слово существует довольно-таки давно, и с помощью национального корпуса русского языка мы можем найти употребление 19 века, уже было слово «профессорша». Проблема заключается только в том, что в 19 веке это слово означало не женщину-профессор, тогда это было практически невозможно, а жену профессора. Ровно так же, как почтальонша – это жена почтальона, кассирша – это жена кассира. Поэтому, когда мы так опрометчиво пытаемся внести эти слова в новом виде для обозначения новых реалий в современный русский язык, надо помнить о том, что это может ввести в заблуждение. Ну и чтобы закончить тему с фиоменитивами, хотелось бы сказать, что на самом деле получается, что перед нами пример такой попытки насильной в изменении русского сообразования и привнесения того, чего раньше не было. А по всей видимости, если мы вспомним то, о чем мы говорили, когда говорили о гендерных стереотипах, язык отражает то, что ему нужно. И да, я уверен, что часть новомодных фиоменитивов, типа той же редакторки или авторки, наверное, останется в русском языке. Но большая часть, я почти уверен, уйдет. Хотя время покажет. Как бы там ни было, я хотел бы подчеркнуть, что гендерные исследования любого языка, в том числе и русского, – это невероятно интересные вещи. Потому что гендер – это действительно базовый элемент нашей идентификации. И в том числе через язык мы выражаем себя как мужчины или как женщины. Спасибо.